Пожалуйста, обеспечивайте порядок и не надо никаких угроз. Я знаю, что мне делать и никаких угроз. Плохо вы знаете, что делать. Очень плохо. Вы должны поддерживать. Вы защитники. Для вас людей я всех поддерживаю. Утром в понедельник у въезда в Черноморск было жарко во всех смыслах слова. Дорогу в город перекрыли сотрудники компании «Европион Агрон Инвестмент Юкрейн», которая с 2018 года арендует второй терминал Черноморского морского порта. Задолженность перед портовиками составляет более 15 миллионов гривен. Еще 50 миллионов фирма должна госпредприятию «Морской торговый порт Черноморск». В течение 8 месяцев работники этой компании, этого комплекса, не получают заработную плату и другие выплаты, которые были положены нам согласно коллективного договора и согласно социальной угоды, которая была подписана при передаче второго терминала Лещовского порта в аренду этой компании. Значит, поначалу директор была бронзянник, при которой были грузопотоки, была выплачивалась заработная плата и другие выплаты. В марте прошлого года рейдерский захват госпожа Шубко устроила, после чего задержки заработной платы. Проблемы на втором терминале Черноморского порта усугубились, когда в прошлом году у компании-арендатора неожиданно сменился руководящий состав. Все было стабильно, работали, перевалки грузов у нас были, и глина, и металл работали, ни задержек, ни по зарплате не было, ничего, а пришла Шубко и все начало разваливаться. Большинство протестующих – бывшие работники госпредприятия «Морской торговый порт Черноморск» в фирму «Европеан Агроинвестмент Украин» им пришлось перейти после того, как этой структуре передали в аренду второй терминал гавани. Однако наладить его работу бизнесмены не смогли, сейчас мощности никак не используются. «Хотим, чтобы нас услышали, дали нам, и работы нету, с нового года у нас нет вообще работы на районе». «Кем вы работаете, скажите, пожалуйста?» «Работа в группе учетных техник». «Получили на акцию, ну вот не знаю, почему так происходит». «Зарплаты хорошие платили вам, нормальные?» «Нет, нет, мы небольшие деньги получали, 6-7 тысяч у нас зарплата». «А сейчас их нет?» «Их нету, да, с сентября месяца, мы 8 месяцев уже без зарплаты вообще, без денег». «Сколько человек работает в терминале в целом, знаете?» «Да, 180 человек у нас на терминале. Было 200, осталось 180 или 175, вот так вот». «И у всех такая ситуация?» «Вот у всех, да, это весь наш второй терминал». Акция длилась полтора часа, портовики дали власти 10 дней. Если в ближайшее время с работниками второго терминала не рассчитаются, они обещают перекрывать пути областного значения и даже железную дорогу в Черноморске. Виталий Хемий, Константин Нечерет, телеканал «Репортер».